Привет всем дорогие друзья, мы с Владой сегодня последний день, хотел сказать, в Барселоне, в Алюденизе последний день сегодня. Сейчас я встретился с Сашей на бокальчик пивка, посидим тут под мужские разговоры перед моим ответом. Единственный день без женщин. А то мы каждый день проводили постоянно втроем, я, Влада и Саша, и у нас не было возможности обсудить свои какие-то мужские штуки, поэтому сейчас вот как раз сидим по-мужски, так сказать. И у нас еще есть текила. Свои горбатые дела обсудить. Влада сейчас развлекается одна в бассейне, присылает мне фотографии, что там ей Бейлис подливает, ну, я чуть позже к ней присоединюсь. Вечером как раз Саша себе уже арендовал катер специально для себя и для Тани, они поплывут там во всякие лагуны, пещеры и так дальше. А мы с Владой пойдем, будем искать какой-то пляж, может быть, последний день все-таки как-никак надо накупаться. Куда ты повезешь, Таня? В Люкейв, в голубую пещеру. Мысли горбатой горы как раз. Голубая вещь. Так, чувак, это мы вдвоем должны были туда ехать. Ну что, ребята, вмазали мы с Сашей еще по две текилы. Ну и Саша будет снимать себе бавло и ехать встречать Таню и везти катать на катерке. В голубую пещеру. На этом наш совместный отдых, к сожалению, заканчивается. Надеюсь, встретимся в какой-нибудь другой стране. Думаешь? Ну, да, почему нет? Поэтому буду ждать. Открытие границ и меня. Русское меню есть. Да, кстати, что очень удобно. Но не на всех, я не знаю, на этом будет или нет. Будет, конечно. А, вон, русское. Пару. Пару, и все. У меня некоторые подписчики под видосами спрашивают часто о том, что если я не знаю английского и турецкого, смогу ли я здесь нормально отдохнуть, будет мне проблематично. Дело в том, что везде можно без знания какого-либо языка нормально отдыхать и путешествовать. Вам не нужно знать ничего. Вам достаточно знать яснов. Вам достаточно просто иметь бабло и все. Все остальное не проблема. Это точно. Друзья, я уже практически два месяца получаю пассивную прибыль с помощью Абалона ЛТД. И вы только посмотрите, сколько депозитов у меня уже отработало. Уже пять депозитов полностью отработало. И еще в работе остается два. Один на 62 тысячи рублей и второй на 19440 рублей. Буквально уже завтра отработает депозит на 19 тысяч. А 4 августа, то есть послезавтра, отработает мой последний депозит на 62 тысячи рублей. Ну и конечно же останавливаться на этом я не собираюсь. В сумме с этих двух депозитов у меня получится 81 тысяча рублей. Часть как обычно я выведу. А на вторую часть я конечно же сделаю еще один депозит. Вы не устаете у меня спрашивать, как начать зарабатывать с компанией Абалон ЛТД. Но я вам конечно же отвечу, что абсолютно ничего сложного в этом нет. В компании доступно 4 тарифа на сутки, неделю, две недели или месяц. В калькуляторе доходности вы можете вбить сумму, которую планируете инвестировать, выбрать понравившийся вам тариф и увидеть, какую прибыль в итоге вы получите. После чего вам всего лишь необходимо будет пополнить свой баланс и создать свою первую инвестицию. Для пополнения и вывода доступны практически все самые популярные платежные системы. Киви, банковские карты, Яндекс.Деньги и другие. Вы просто инвестируете свои деньги, а всю остальную работу за вас делает компания Абалон. И кстати, начать зарабатывать можно всего лишь со 100 рублей, поэтому для тех, кого заинтересовало, ссылка будет в описании. Ну что, ребята, Саша уже уехал в свою гостиницу, больше в Турции мы с ним не увидимся. Я пришел на территорию нашей гостиницы, тут вот шкварится под солнцем Влада. Как твой отдых? Честно говоря, не знаю, как это объяснить, то, что со мной происходит постоянно в последние дни отдыха или, например, в день перед отъездом на отдых. Но я вот накупил целый, блядь, пакет пива и сейчас буду отрываться как смогу, как говорил Кирюша. Я отрывался как мог. Чтобы снова было плохо, когда будешь лететь. Ну да, какого-то хрена вот постоянно у меня так. Я, то есть, целый отпуск отдыхаю себе нормально, там хоть пью, хоть даже курю, неважно, все равно мне норм. И в последний день перед отъездом мне надо нахуячиться так, чтобы на следующий день не то, чтобы лететь куда-то, чтобы мне жить не хотелось. Скажите, ну я остаюсь? Ну, я надеюсь, мне плохо от пива не будет. Хотя я уже одно пиво сегодня выпил и две текилы, я вам уже об этом рассказывал. Но вот это, может быть, было бы и лишнее. Ну ничего, посмотрим. Идем сейчас с Владой на пляж, позагораем, покупаемся еще напоследок. Вечером пойдем в супермаркеты, в какие-то магазины покупать всем подарки. И уже завтра с утра у нас выселение, надо будет быстренько бежать на такси и ехать в аэропорт. Потому что у нас вылет во сколько? В 2 часа дня? То есть в аэропорту надо будет быть где-то к 12. Хоть это и внутренний рейс, и там регистрация где-то за час, а не за 2 часа начинается, но все равно надо будет приехать пораньше. Людей, кстати, не очень много плавает. Да, кстати, на пляже не так и много. И зонты с лежаками здесь совсем недорогие, потому что там в Голубой Лагуне за 2 лежака и зонт мы сколько заплатили? Где-то 50 или 60 лир. А тут за все это заплатил я, по-моему, в прошлый раз 30 или 25, то есть в 2 раза дешевле. Так, не успели мы прилечь на лежак, как чувачок уже прибежал забирать свои бабки. Сейчас как раз вам я покажу, сколько ему надо платить. Сколько? 45. 45 лир. Что-то я продешевил. Ну, короче... Спасибо. Раза в 2 все равно в Голубой Лагуне было дороже, чем здесь. Я только разносил свои тапочки, они мне, кстати, ужасно натирали в первые дни, а уже пора и возвращаться обратно в Киев. Лада себе взяла шаурму на пляж, потому что она не обедала. В прошлый раз мы покупали у этого мужика ДНР, он нам не сильно понравился, там было мало соуса, была суховата, и он также ее не поджарил. Но в этот раз я попросил дополнительный соус, попросил поджарить и, в принципе, что? Норм? Да, вкусно. Ну, блин, разница налицо. Да, Влада еще добавила себе экстра добавку сыр. Сразу же абсолютно другой вкус, и вся проблема была лишь в том, в прошлый раз, что было мало соуса, она была суховата. Так, с чего бы его начать, с какого пивка? Сидор у нас тут есть, есть вот какой-то Тубарк Футрейзурс. Я даже не могу понять, какое-то... Не, это светлое пиво и, наверное, нефильтрованное просто, но вкусное. У нас такое, по-моему, кстати, не продается. Хочу и в воду зайти, вам что-то поснимать, и пиво хочу попить. Как это сделать? Двумя руками. Так я хотя бы... У меня в одной руке была камера, и я плыву. Или, может быть, в одной руке пиво, и я плыву. А если две руки заняты, то я даже не знаю, как это можно и сделать. Мне надо было сюда покупать вот этот шлем, знаете, на который, типа, цепляются две банки с пивом и трубочки в рот. У меня, кстати, такой был когда-то. Тот Принглс, кстати, очень дешевый, по 40 гривен. Я не понимаю, почему так. Алкоголь дороже в пять раз, сигареты дороже в пять раз. Вода дешевле? Вода... Блядь, а сколько вода? Один лир, это 4 гривны маленькая бутылочка здесь стоит. У нас, наверное, нет ни одной воды за 4 гривны. И вот, кстати, чипсы Принглс, это... Хотя это даже импортная херовина, но стоит 40 гривен. Сколько? 10 или 11 лир, да? Надо бы... Кстати, проблема решилась сама собой. Я допил бутылочку пивка, и теперь у меня есть одна свободная рука для того, чтобы плавать. Ну, вода нормальная, чистая, как обычно. Я, кстати, смотрел видосы по поводу Азовского моря. То, что сейчас там происходит, там полный пипец, куча медуз. А мы с Владой в лазурной воде, в голубенькой плаваем. Вообще офигенно чистая и теплая. Ух! Что-то немножко прохладненько даже аж стало. Холодная волна. Мы просто, да, перегрелись, наверное, на солнце. Хотя вода здесь очень, очень, очень теплая. Она градусов 20 здесь, наверное. 24? Поплыву. Поплыву. А? Сейчас поплывем, посмотрим, что там плавает. Это гранат какой-то или яблоко. Яблоко. Сейчас мы его, сука, словим. Фу, сука, кепку добычил. Стирал ее вчера от соли. И снова добычил. Фу, фу. Я сейчас кину тебе в лицо. Что-то я бычку не взял. Я плыву обратно. Сад, что ты плюешь? Среди охватило. Фух. Я плохо плаваю, я быстро устаю. Лада кормит турецких воробьев. Что они? Принглс клюют? Да. Тогда ими пивка. Бутылку поставила бы, им в крышечку налила бы. Пускай подбухнули бы, пацаны. Не летят. Ребят, ходили с Владой только что купаться. Думаю, по мне видно. И сейчас в моем видео будет кое-что необычное. В общем, когда мы плыли, Влада заметила небольшую бутылочку, подобрала ее. А там оказалось, блядь, настоящее послание. То есть Влада словила в море послание. Бутылочка с затычкой. Правда, какая-то затычка не сильно хорошая. И вода туда все равно пробралась. Но мы сейчас попробуем достать эту записку и прочитать, что на ней написано. А если мы не поймем, то я надеюсь, что вы нам в этом поможете. Так, а ну покажи эту бутылочку. По-украински написано слово щоб. В смысле по-украински? По-украински слово щоб. Может, это что-то другое? Это щоб. Что, украинцы отправили? А ну подожди. Да, видишь? Щоб, реально, похоже что-то. А ну покрути ее. Это какое-то послание. Мы не обманываем, вы же видите. Сильно. Я не знаю, как его достать, чтобы не прорвать. Надо попробовать достать эту... Три ракушка вылетела. Оно не достается, оно мокрое, я его порву. Блин, надо корок сначала вытащить, а потом как-то бумажить. Да, корок не вытащить. Бляха-муха. Что же с ним делать? Разбить бутылку разве что. Она какая-то фланг. Блин, ну да, разбить, да, это вариант. Чтобы не порвать бумажку, можно разбить. Но надо потом это как-то в пакете делать, чтобы мы не на мусор или не оставили здесь стекла на пляже. Итак, вот в руках у меня это наша бутылочка. Я ее положу в пакетик, в котором мы покупали шаурму, для того, чтобы осколки не разлетелись по всему пляжу. Надо найти какой-то более-менее массивный камень. Я надеюсь, этого будет достаточно. И попробуем сейчас разбить. Разбилось. Разбилось? Так, а ну снимай, давай ближе. Чтобы не говорили, что я обманщик. Так, стекло достаем. Блядь, осколков очень много. Блин, класс! Просчитай. А, я хочу, чтобы ты был счастлив. Да. Для русских, тех, кто не понимает украинский язык, тут написано, я хочу, чтобы ты был счастлив. Очень круто. Класс. Это я нашла. Блин, ну прикольно на самом деле. Влада говорила сначала, а вдруг там какие-то координаты, кто-то где-то затонул и отправил в бутылочки, чтобы их нашли и так дальше. Ну, блин, это все равно очень интересно и очень классно. А прикинь, сейчас сидит тот, кто скинул туда и этот грустно смотрит на нами. Ребята, это так прикольно на самом деле, словить в море бутылку с посланием, еще и такую милипиздрическую. Мы просто проплывали вот так вот туда вперед. Вот, как видите, там очень много людей сейчас находится. Ну как, не так, конечно, как в Кирилловке там или в каком-то железном порту, но все равно очень много. И эта бутылочка проплывала именно мимо нас. Я еще заметил, что что-то плывет в сторону Влады. Она такая, о, посмотри, это какая-то бутылочка. Я думал, может какая-то микстурка там или чьи-то анализы в такой вот маленькой бутылке. Влада говорит, там записка. Потом мы ее достали и прочитали. Ну, блин, это очень прикольно, конечно. Еще и то, что люди из Украины оставили, это, блин, вдвойне радует. Очень мило. А потом напишут. Я смотрю твои каналы, да я оставлю бутылочку. Блядь, такая острая галька. Особенно вот тут по краям вообще невозможно ходить. Вот там ближе к воде, очень мелкая, она не острая. Тут дальше, где лежаки, она очень крупная, не острая. А вот на переходе, блядь, ааа, блядь, как больно. Ааа, сука, больно. Как йог. Что? Ай, как больно. Ну да. Я просто хочу показать все прелести курорта. Ааа, ааа. Ребята, в общем, планы немножко поменялись. У Саши отменилась его поездка. И он предложил нам с Владой посетить его гостиницу и встретить там закат. Мы, естественно, согласились, потому что мы сейчас последний день в Турции. И потом в следующий раз непонятно, когда еще встретимся. Поэтому решили провести этот вечер, так сказать, вместе. Влада за минуты две с половиной, наверное, собралась. Пришлось и накраситься, и помыться, и переодеться, и все вместе. Добрый вечер. Ну что, готовы? Да, я уже всем рассказал. Да, чувак, уже всем рассказал о том, что мы с тобой последний раз видимся. А тут, видишь, за один день сколько всего. А ты что, не разговариваешь? А я не услышал. Так, куда нам надо? Ты, наверное, забил своим шумом. Чувак, я очень сильно забивал, потому что нам пришлось за две минуты буквально все сделать. Ну не за две, а за 25 минут. Ну мы очень сильно спешим. 25, мы дошли пока в номер, уже прошли 25 минут. Посмотрите на Владу, какая она красивая. И это все сделала она за буквально несколько минут. Еще волосы даже не досушила, мокрые. Мы очень сильно торопимся, машина открыта. Внутри есть ключи, а таксиста нет. Ну я полезу, я уже водила, опыт. Давай, да, на Лексусе у бати каталась, я думаю, и тут сможешь. Может посигналить ему? А, хотя зажигание не включено. Я включу. Сильно спешим, а водителя аж нет. Где он лазит, непонятно. И вот всегда так, когда сильно торопишься, хуй кого найдешь. О, посмотрите. Садится на этом, на парашюте. Это моя дом. Это не ваш 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 дом.